Мы продолжаем работу на полях Казань Digital Week, и у нас у гостя еще один резидент технопарка «Идея» Олег Альбертович Ребеза, ООК «Клевер Парк», заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами. Олег Альбертович, здравствуйте, рада вас видеть. Мы знаем, что вы занимаетесь автоматизацией парковочных пространств. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь сегодня представляете. Мы представляем парковочную систему КАПС-2.0, это новая наша разработка, собственная разработка. Мы разрабатываем как комплекс, система в комплексе разработана нами, как само железо, непосредственно оборудование, так и программное обеспечение, которое находится сейчас в Минцифре, является российским отечественным ПО. Это первая очередь. Второе, эта система позволяет работать как в коммерческих, так и в государственных предприятиях, которые позволяют монетизировать парковочное пространство. Достаточно большие проекты, но, наверное, один из таких ключевых проектов у нас идут с аэропортами. В частности, уже в аэропорте Казани мы стоим в нескольких парковочных пространствах и расширяем потихонечку. Они увеличивают у нас, так сказать, приобретение парковочных наших комплексов. То, что называется умная парковка? Да. Дело в том, что для аэропортов там достаточно сложная система. У них есть вложенные зоны, есть служебные автомобили, есть VIP-клиенты, есть только для общественного транспорта и так далее. Поэтому здесь достаточно, алгоритмы парковки достаточно сложны и необычные именно специализации есть своя для аэропортов. Что, например, не нужно на обычных коммерческих для торговых центров или бизнес-центров, это излишнее. Вот, это первое. Второе, наверное, мы пошли по пути достаточно сложному. Почему? Потому что многие западные компании на сегодняшний день, там, законодатели мод, такие как Шейтенбах, Монский, Дата, и Зигна или там, японская Омана, они ушли с российского рынка. И мы вот постарались занять этот, так сказать, эту нишу. Совершили импортезамещающую работу. Да, мы, естественно, ориентировались с точки зрения производства оборудования и программного обеспечения, ориентировались на них, как законодатели мод. И поэтому нам удалось достаточно хорошо вперед продвинуться, потому что вот этот 2024 год мы закончим 18 аэропортов парковочных пространств России, мы закроем, и один в Киргизии, в Оши. То есть вы уже импортировать начали? Да, да, мы потихонечку двигаемся, вот, поэтому у нас достаточно большие перспективы на сегодняшний день. Вы сказали, что вы железо тоже делаете. Да, да. А вот как это все сегодня происходит? Ну, потому что тоже не секрет, что большинство представителей российского железа на самом деле это конструктор из импортных запчастей все-таки. Ну, нет, так оно и есть. Зачастую есть элементная база, которую на сегодняшний день мы используем, она европейская есть, там, немецкая, итальянская. Немецкая, итальянская по-прежнему? Да, по-прежнему, но оно не попадает под санкции, поэтому оно, мы, так скажем, защитили с этой стороны. Есть часть китайского, и все... Чего-нибудь китайские? Конечно, да, но все, что появляется российское, мы тестируем, мы после тестирования понимаем, что они достаточно надежны, мы, естественно, начинаем применять у себя. А на сколько процентов примерно ваше железо российское? Значит, в КАПС 1.0 у нас это где-то порядка 80%. Ничего себе. Да, ну, в КАПС 2.0 там чуть побольше. Мы там, потому что другая компонентная база, потому что наши уже начали, так сказать, коллеги и партнеры выпускать уже в России, поэтому увеличили. Ну, тут надо понимать, что российское, в первую очередь, тоже надо оценить и самое программное обеспечение, не только железо, но и программное обеспечение. Ну, то, что ПО у нас научились писать, это мы уже все давно знаем, да, а вот основные проблемы были в железе. Да, но нет, трудности еще есть, я думаю, что через какое-то время мы посекундочку перейдем максимально на наше, вот. Но мы тестируем, постоянно сохраняемся в таком пути, и дело в том, что как раз, вот, являясь резидентами технопарка «Идея», у нас находится, как раз КАБ, находится на территории технопарка. Разработчики сидят там, поэтому мы, кстати, сотрудничаем в этом, прежде всего, в области плоскости. А производственная площадь у вас где? Значит, на сегодняшний день у нас в Санкт-Петербурге, вот, да, сборка вся производится там, вот. КАБ здесь, сборка там? Да, разработка здесь. А почему так у нас же здесь много технопарков? Мы, знаете, дело в том, что исторически так сложилось, потому что мы совсем недавно в технопарке «Идея», и следующим шагом мы думаем, что впоследствии мы будем развивать это и будем их переходить, наверное, на, так скажем, на Татарстан. Мы больше ориентируемся на Казань, потому что для нас мы понимаем, Казань – это, и вообще, Татарстан – это такое окно, наверное, в азиатские страны, там, Персидского залива и так далее. Мы уже, вот, были до этого на Халяль, да, Экспо, да, Исламский мир, и мы уже видим, что надо двигаться в ту сторону, там, опять же, мы столкнемся там с нашими западными, так сказать, коллегами, которые раньше были в России, чуть-чуть находятся там. Но мы уже, наверное, знаем и понимаем, каким образом можно с ними, так сказать, конкурировать. А каким образом вы будете с ними конкурировать? Ну, во-первых, наши плони хуже, и так далее, то есть мы видели их функционалы, мы где-то даже ушли вперед. Нет, ну, просто доказать же нужно. Вот вы приезжаете и говорите, вот мы не хуже, а они говорят, а чем вы докажете? Да, докажем. Ну, тогда мы просто ставим пилотную зону и тестируем, показываем, что наше оборудование достаточно может работать в достаточно жестких условиях. Если здесь у нас, там, например, оборудование стоит, ну, в таких поводных условиях, как это Новый Рингой, аэропорт, который уже третий сезон сейчас будет переживать. Вот. Были, конечно, проблемы изначально, нам пришлось поднастроить оборудование и так далее. И мы готовы сейчас выходим. Мы сейчас в Киргизию вышли, там уже понятно, что будет более жарко и так далее. Жарко, жарко. Жарко, да, да. Вот. Я думаю, что мы как раз после тестирования сможем, нам будет что показать вот в тех странах азиатских, да, мне достаточно жарко, и, скажем так, свои условия достаточно серьезные и жесткие. Что ж, спасибо вам большое за интересную беседу. Это неожиданно и достаточно ракурсов открываются на Каган Диджиталу при разговоре с каждым нашим спикером. Вам спасибо, что пригласили. Готовы дальше сотрудничать. Всего доброго. До встречи. До встречи. Продолжение следует.